привет мои дорогие вы на канале у людмилы хамула с вами я людмила хамула начну свое видео так сказать с просьбой к вам дорогие мои люди зрители подписчики у меня к вам большая большая просьба у меня просто уже фантазии моей голове нет что для вас снимать последнее время вы видите на канале моем реже стали выходить видео во-первых тот формат который я снимаю он будет но мне бы хотелось бы его чем-то еще разнообразить да может быть у вас будут какие-то идеи предложения может быть у вас фантазия как-то свежий будет работать не вот я вот лично голову забила вот я сегодня целый день думала что для вас снять а я не люблю когда у меня на канале больше двух дней когда не выходит видео то есть максимум это два дня когда у меня нет на моем канале видео во первых подписчики зрители начинают как-то почему-то расходиться то ли youtube их удаляет то ли что то ли он намекает youtube на то что вы не снимаете а чего вам там подписчиков то держать то ли он сам отписывает то ли вас вы отписывайтесь я не знаю но я заметила что если я не снимаю больше двух дней то сразу человека три-четыре уходят я не хочу да я хочу развивать дальше свой канал как бы быть для вас полезной и интересной и вот у меня такая просьба пожалуйста напишите мне в комментариях ваши предложения я все это прочитаю обдумаю решу и сделаю выводы как говорится может быть у вас какие-то будут свежие идеи по поводу ну по поводу тем на моем канале по поводу контента да на моем канале потому что моя голова уже так сказать взрыв мозга происходит я уже не знаю что для вас снять ну в общем думала думала я сегодня я решила поговорить с вами о кремах которыми я сейчас пользуюсь именно о кремах и вот небольшую вставку сделаю сравню blur beauty lab и blur miscini я хотел отдельным видео потом думал да ну там маленькое видео будет хотя можно в шортс это видео вставить ну все таки такого формата сравнения в шортс не пойдет это если бы я просто blur бы крем показала то можно в шортс видео поставить а в сравнении видео все таки я хотела бы видео снять ну она будет маленькая коротенькая а маленькие коротенькие видео если они не в шорте почему-то они не заходят по просмотрам и поэтому я решила его сюда вставить шортс это на ютюбе это такие короткие видео так называется там не больше одной минуты их снимаешь поэтому вот так вот хотела поговорить о кремах которыми я у меня открыты которыми я пользуюсь сказать свои отзывы оставить да и ну какой то вот сделать тоже вывод давайте начнем с крема лета spf 50 сразу хочу сказать что у меня кожа нормально летом конечно она у меня жирная но это в связи с тем что я потею может быть это не жир а пот ну смысл в том что у меня у меня кожа то не жирная сама просто мокрая постоянно постоянно летом мокрая кожу меня все части тела мокрые лицо в полосы головаями виду шея да я не могу с распущенными волосами ходить потому что сзади шеи все мокрое под грудью естественно но все уж не буду там перечислять все мокрое как говорится как говорится попа в мыли этот крем что хотела сказать здесь он тяжеловат здесь 50 спф конечно для тех кто едет загорать да это конечно защита но вот лично для меня при постоянной жизни для меня он тяжеловат для лета это крем для лица насколько я поняла так сейчас скажу легко распределить так это все понятно но это крем в общем для лица да вот крем равномерно несите на чистую кожу лица и шеи перед выходом на солнце тут все рекомендации пишут я читать не буду но хочу сразу сказать он очень очень плотный и очень тяжелый я не знаю как он работает вообще когда загорают люди потому что я не загораю девочки вот я не загораю мне нельзя загорать я если нахожусь возле водоемов с открытыми возле водоема то у меня нету ни одного открытой части тела у меня во первых очки солнцезащитные большие шляпа и все у меня либо какая-то накидка до плотно либо я с длинными рукавами хожу потому что у меня очень кожа нежная все потом вот так вот веснушками покрывать я сгораю у меня температура поднимается высоко я болею у меня лихорадит и это онкология кожи это рак кожи ну и плюс быстро стареет кожа ну в принципе мне нельзя загорать потому что у меня такая кожа она вот такая вот мне даже вот так вот сильно надавят кто-то допустим у вас хватит вот нечаянно да и у меня уже синяк просто такой тип кожи у меня кожа как у мамы мама такой же тип кожи и тоже нельзя загорать она не загорает и что я хотела здесь хоть и с кислородом и пчелиный воск и витамин е и пшеничные протеины в общем тут много всего-всего очень много хорошего но крем плотный поэтому я не увидела смысла его в принципе заказать но я думаю возьму попробую вдруг он легкий до 2g spf 50 и все-таки легкие понимаю что spf добавляется spf утяжеляет крем и вот не случилось чудо да он нелегкий есть в других линейках каких-то в других фирмах конечно же крем из spf 50 с хорошей защитой и легкие понимаете супер легкий но faberlic это не такой крем и смысла в нем я не увидела если я наношу на лицо то вот так вот представляете покрывается он она ну этот крем ложится вот именно вот так вот вот этой вот маской за маской вот плотно его совсем совсем надо чуть-чуть но самое что обидно мне больше всего не нравится когда я потею и он стекает с моего лица именно вот этими белыми белым потом не простым потом а именно белый текут с меня вот эти вот капельки пота мне это тоже момент не понравился не знаю как насчет ухаживающих компонентов в общем ну вот он проведите прям жирный прям вот вот я вам показываю и получается что в общем он с меня весь стекает мне он не нравится он неприятный я купила конечно если на лицо не наношу единственное буду конечно может быть кому-то адам кто поедет кому можно загорать кому нужен spf меня мама периодически просит эти тоже нельзя загорать но бывают такие моменты что все равно где-то там выбежал лучше помазать да может быть мне пригодится я оставлю его не для лица а именно для тела возможно но как для лица но вот плотный он понимаете не подходит он моей коже поэтому я ему говорю нет вот он у меня стоит в уходе до дома вот даже видите сейчас у прям жир как будто я масло нанесла неприятного если честно и я чувствую что плотный прям вот я чувствую его этот крем так что вот по поводу мискин я конечно уже снимала видео говорила рассказывала что мне вообще не понравился этот крем здесь тоже spf ну здесь меньше спов но он тоже плотный вот почему-то вот таких компаний fabric spf плотные для лета нужен spf принципе он круглый год нужен у нас и от зимой от снега до солнца от солнца тоже можно как бы вот эти вот получить плохие лучи солнца но он тоже очень плотный тоже daily комфорт он мне никак не понравился вообще вот тоже стоит мертвым грузом не знаю тоже куда его деть ну естественно может бы он никакой аллергии мне не вызывает абсолютно но вот этот вот момент когда наносишь и его чувствуешь и жир вот этот меня конечно тоже не устраивает здесь конечно написали в применении в составе в способе что тут в общем господи в инструкции как песню спели очень хороший состав но для меня этот состав ни о чем потому что сам крем очень плотный вот даже вот я сейчас вот так вот выдавливаю вот это вот дырочка тоже если честно мне она ни к чему формат и формат упаковки она хоть и мягкая все получше чем конечно тюбики другие в компании faberic но все-таки мне не нравится вот это вот понятно что тоже видите наносите и он вот таким вот плотным лежит за маской и также стекает с лица я уже пробовала также стекает с лица и ничего на вашем лице не делает тоже вот такой вот прям жир жир мне не понравилось вот это вот летом spf нужен но я его ставлю конечно на холодное время года он конечно открыт у меня уже где-то около месяца да я думаю как вот вышел открыт ну ничего страшного до осени полежит осенью его использую сейчас я не могу просто им пользоваться я бы дома им пользоваться но spf 30 дома он вообще ни к чему а на улице я не могу сейчас им им воспользоваться вот тоже и крем вообще просто вот они вот как бы вот мне кажется вот они на одно лицо даже не видно разницу между spf 30 и spf 50 тоже не мой продукт хотя сыворотки из этой линейки ну вот особенно вот это для кожи вокруг глаз мне понравилось которая для лица она мне не понравилось но может быть место ей есть быть она то легкая гелевая но она ничего не делать на моем цену по крайней мере мне не противно пользоваться вот этими кремами мне противно пользоваться вот представляете вот тут природа такой степени миски не ночной он конечно без спф потому что вы на ночь ложимся когда спать что хотела про него сказать тоже состав очень хороший он конечно лучше чем дневной он не такой плотный но для меня он тоже обычный крем ничего в нем особенного нет я им пользуюсь но крайне редко крайне редко пользуешь конечно можно было лучше бы сначала тюбиком бы одним надо воспользоваться и уже дать свой отзыв конкретно но я не могу вот когда мне бывает средства не нравится я не могу им постоянно пользоваться и что хотел сказать вот тоже нанесла вот этот вот миски не тоже как вот здесь вот лежит полу прям чувствую его как будто на мне лежит не крем а вот тряпочка какая-то ну ткань какая-то и вот смотрите я выдавила ночной он конечно без спф я я это знаю что он разница есть просто хотела для сравнения вам показать и вот наношу он даже по цвету отличается это естественно вот смотрите это сразу видно что будет хорошо на лице распределяться это видно сразу что ляжет за маской знаете мне вот этот вот крем что напоминает серию эксперт отбеливающий с моментальным отбеливанием но там он не сильно жирный spf 15 ним есть и он также как ложится за маской но он подстраивается а это вот ну то есть он бы лег и все и нежирный а этот вот прям жирный крем вот даже у них и текстуры видите разные вот это вот ночной он не плотны сильно он вот как бы это питательный но ночной он должен быть все-таки питательный я тут новость узнала тоже косметолога какого-то послушала что оказывается для сухой кожи все думал а для сухой кожи нужно наоборот питательный крем Оказывается, ну и масла какие-то Оказывается, ну для лица я имею в виду, оказывается нет Для сухой кожи, наоборот Если вы добавите питательный крем с маслами С маслами То это еще больше сделает какое-то шелушение Я не знаю, кого слушать Я всех подряд слушаю У меня голова кругом Ну, слава богу, у меня не сухая кожа Но я всегда говорю, что любой коже Лучшее спасение это увлажнение Это вода Вода нужна в организм И на кожу, как говорится Вот, это крем питательный Он плотный, но я его не чувствую Даже его не сильно так размазала Он легкий, прям легкий, но чувствуется питание Этот, конечно, вот Ну, есть разница, да, конечно Ну, здесь SPF Так что вот Ночной мне понравился, но он обычный для меня Обычный крем, ничего в нем Нет Такого замечательного прям Но, по крайней мере, я им могу пользоваться И пользуюсь я им нормально Ну, без нервов каких-то Вот Ну, это я вам показываю То, что у меня из кремов в уходе Показываю, которые мне нравятся Ну, которые открытые, да Которые мне нравятся Которые я пользуюсь С неудовольствием Которые я пользуюсь с удовольствием Дальше пошла Вот эта вот куркума Покажу вам Это крем у нас Дневной Здесь SPF 15 50 мл Ну, что хотела про него сказать Он когда вышел только Он вышел, по-моему, зимой Да, где-то там в январе или феврале Вот именно в зимний период Было все замечательно Сейчас В летний период Тоже для меня Очень плотный Очень жирный Хотя здесь SPF 15 Но, скорее всего Этот крем Это с куркумой Он отбеливающий вообще По идее должен быть Так Здесь что-то пишут Я просто не вижу Сияние ровный тон Ну вот А, да, вот По профилактике Возрастной пигментации Осветляющему действию Значительно превосход Большинство натуральных экстрактов Вот Заметила ли я Что он там что-то мне отбелил У меня и так кожа, в принципе, белая Про пигментацию Ничего не могу сказать Оно у меня, в принципе, по всему телу Я в это особо не верю И вот я сейчас пользуюсь им Без удовольствия То есть Ну, тут уже чуть-чуть осталось Конечно же, я его использую Я хотела сказать Что сейчас В летний период Он для меня Для моей кожи тяжеловат Вот именно Зима и ранняя весна Да Но не лето Он плотный Он плотный Скорее всего Он Ну, вот даже видите Наносишь Он напоминает Как будто бы здесь SPF 50 А здесь всего лишь 15 Он плотный И что хотел сказать про него Что зимой Он как-то хорошо впитывался Прямо сразу Ну, то есть Моей, наверное, кожей Это надо было Я не говорю, что этот крем плохой Он мне нравится Он у меня в любимчиках Был сейчас Конечно, просто Он не в любимчиках По состоянию моей кожи По состоянию В общем По погоде В доме По погоде на улице Он мне не нравится Вот Вот такой вот Он тоже плотный Ну, естественно Я допользуюсь им Он не противный Для меня Как вот мискини, допустим И лето С SPF 50 Но тоже Только Только дома Хотя здесь 15 SPF Его можно и на улицу Но на улицу Сейчас я не могу Использовать Вот такие вот Плотные текстуры Я же говорю Его надо было именно Вообще Его надо было в ноябре Выпустить И на зиму Как раз Тюбика бы и хватило В общем вот Это вот уход Рассказываю Который вот сейчас У меня в летний период Но который был Еще с зимы С весны Переходящий У меня кремов уже много Я не могу ими Сразу всеми пользоваться И перешел он На летний период Так сказать Ирина ваш Дальше пошли кремы Ночные Ночные кремы Могу сразу сказать Я могу плотными Текстурами пользоваться Могу пользоваться Нанести прям Толстым слоем Много всего Потому что Мне это не мешает Я С основным У меня все в порядке Я засыпаю сразу Моментально За каких-то там Пять минут Как говорится И мне ничего Не мешает на коже То есть я сплю И мне этот слой Многослойность Вот что-что А ночной уход Я прям радуюсь Что я летом могу Многослойно все нанести Потому что он мне не мешает Если днем мне мешает Многослойность То летом нет И что хочу про этот крем Сказать Это Реноваж 50 плюс Он с пептидами Ну мне 40 плюс Но я не вижу Еще тот момент Хотела сказать Что кремы Я не ищу по возрасту И вам советую Все-таки искать Крем не по возрасту А по необходимости То есть какая у вас Необходимость Для кожи Тот крем И используйте Возраст пишут Это так Знаете Как Какие-то международные Вот эти значения Ну то есть Обозначение Вот этих Возраста Допустим Для какой кожи Ну вот допустим У меня кожа Нормальная Ну вот жирная В данный момент В связи с летом Да Жирно комбинированная Я могу спокойно Питательные текстуры На ночь нанести Потому что я люблю Питательные текстуры На ночь нанести Кожа утром Прям плотная Вот знаете Уплотненность есть Днем конечно же Я чаще всего Конечно наношу увлажнение Этот крем Этот крем С очень приятным Ароматом Приятная баночка Как вы видите Я люблю такие баночки Я люблю Когда эстетика Равно Как говорится В общем Упаковка Равно Содержимому Ну то есть Когда И упаковка нравится И содержимое нравится В упаковке Этот крем Прям питательный Вот Смотрите Вот куркуму нанесла Куркуму Или куркуму Куркуму наверное Всегда путаю Если честно И видите Как плотно он лег Его надо прям Чуть-чуть И прям размазывать Он прям жирненький Так вспышка Закончилась И теперь этот крем Нанесу Смотрите Ну про него Сразу говорю Он 50 плюс Он плотный Естественно Но Он лег Он не замазка Никакой В нем чувствуется И увлажнение И питание Вот Ну то есть Этот крем Именно Приятный Я его не чувствую На своем лице Мне нравится Что он делает С утра с кожей Ну то есть Ночью делает А утром кожа Конечно же Говорит мне спасибо За то Что у меня был Такой уход И еще покажу вам Последний Ну это что у меня Сейчас из кремов В использовании Покажу вам Вот этот ночной крем Ван Вик Мирикл Это подтяжка И чего тут Лифтинг И восстановление Лифтинг И ревитализинг Ревитализинг Да Здесь идет борьба Против Морщин Вот видите Сглаживание морщин Уже через 7 дней Это Вот Как многие мне в комментариях Писали Как я сама догадалась Это когда человек Не ухаживает за своим лицом Вообще И тут ему дали этот крем То конечно он через 7 дней Заметит что у него Меньше морщин стало Овал лица потянулся А если извините Когда ежедневно Ухаживаешь Кремами пользуешься Сыворотками Да Маски делаешь Еще что то То и не заметишь Вот эти вот Вот эту вот разницу Возможно она есть Но ее не видно И это меня если честно Радует Что ее не видно Но сам крем Хочу сказать про крем Очень уж он мне Дорог Моему сердцу Я его спокойно Наношу И в летний период Ну естественно Это ночной крем И в летний И зимой И осенью И весной Я пользовалась И плотным слоем Наносила И чуть-чуть Наносила Ну чуть-чуть У меня редко Бывает в основном Всегда я много наношу И он Вот именно Мне очень нравится Он не лежит За маска На вашем лице Здесь запах Приятный Он не жирный Сильно В нем питание Такой же как Ирина Ваш Больше питания И ну естественно Увлажнение Это естественно Вот он Плотненький Ночные кремы Все должны быть плотными Они не должны быть Легкими Потому что ночью Хорошо Когда вот именно У вас Кожа уплотненная И ну прям Хорошо на ней Кремы работают То есть вы очищаете Сначала прям хорошо Лицо Качественно Вечером Можете даже маску Какую-то сделать Можете не делать Ну я бывает Вечером маски делаю Особенно Хорошо очищающую сделать И прям чтобы потом Все эти слои У вас хорошо впитались В общем этот крем Тоже мне очень нравится Я довольна им Вообще Ван Вик Мирикл Мне линейка Очень понравилась Цена Качество Все на высшем уровне И кстати Дневной крем Здесь у меня Он просто новый Я не хочу его открывать У меня есть в запасе Что хотела сказать Он тоже С SPF 15 Но он не как куркума Поверьте мне на слово Он легче Вот я им спокойно Могу днем воспользоваться Так Ну и давайте сравним С вами Блёр и мискини Что такое Бьюти лапы мискини Что такое блёр Это Ретушь вашего лица То есть Какие-то мимические морщинки Скрыть Мелкие поры Несовершенства Там я не знаю Ну вот что-то Когда у вас на лице Где-то что-то есть Что нужно Как говорится Замазать Вот это вот Блёр крем Сразу хочу сказать Что блёр мне нравится Вот этот крем Мне не понравился Мискини Вообще Мискини серия Представляете В общем ожидания Были большие На мискини А как оказалось На самом деле Нет Нет и нет Так Вот Он у меня новенький Потому что Я что-то искала Думаю у меня вроде бы В остатках был ещё Крем Оказывается Его нет в остатках Так Тут у нас Срок годности Смотрите 16.09.22 Но я его недавно приобрела Я его не могла Я его по купонам приобретала Так Это у нас Сентябрь Получается 16.09.22 Надо его уже пользоваться Иначе Всё Потом будет Номер Выкину А он Не очень бюджетный Даже и по купонам А ну 18 месяцев В принципе Ещё есть Но я его сейчас вытащу И буду им пользоваться То есть Получается Год будет В сентябре И потом ещё 6 месяцев Ну так что Я его вытащу Так Вот давайте Нанесу блёр Так Вот смотрите Рука Запоминайте Видите Тут есть Такие Ну морщинки На руке Возрастные Наношу Блёр Вот так вот Разношу Сразу хочу сказать Вот видите Разницу Сюда мы нанесли Блёр А сюда Нет Как бы вам так Показать Чтобы вы Ну я думаю Вы заметили Да вот Разницу Смотрите Он стёр Вот эти вот Мелкие морщинки Здесь я не наносила Ничего не стёрлось Вот так он работает На вашем лице Вот этот вот крем Вот он Теперь Мискини Вот этот блёр Плотный Очень плотный И кстати Мой вам совет Здесь силиконы Естественно Всё что связано С матированием С ретушью Это силиконы Всё равно добавляют Мыть свечи Если вы пользуетесь На постоянной основе блёр То Ну Желательно Конечно На постоянной основе Всё равно Это короче Как маска Получается Как плёнка Нет возможности Кожи вашей дышать Я пользуюсь Не на постоянной основе В исключительных случаях Только Ну когда на мероприятии Добывают видео Для вас снимаю Вот с этим кремом Бывает Вот просто Захотела его нанести Но вечером Обязательно Смываем всё с лица Вот прям обязательно Спать не ложимся Вот просто Мицеллярка помыть И спать лечь Мицеллярка Лицо мойте Там гидрофильным маслом Там я не знаю Муз, пенка Что у вас И вот прям тщательно мойте Можете даже маску Какую-то такую Очищающую нанести Вечером Потому что Могут быть подкожники У меня так было Когда я спать Я короче Видео для вас снимала Тестировала линейку Do the best Она Я что-то весь день снимала Я так устала Прилегла Уже вечером Просто прилегла Посмотреть кино Думаю Сейчас встану Пойду умоюсь И что вы думаете Я уснула И уснула я до утра И на утро У меня был подкожник Вы Вот представляете Вот эти Do the best От праймеров От всех Я тестировала Я наносила Один праймер Второй праймер И короче У меня образовался Подкожник Имейте ввиду Так что смываем Здесь Если блер Это без тонального Эффекта То здесь Какой-то есть Тональный эффект Так вот Много Чтобы не наносить Вот Сейчас нанесу И вот видите Он какой-то Как белесый Но я сейчас нанесу Покажу вам И он Мне не нравится Как лежит на моем лице Я его чувствую Это как тональный крем Который Матирующий У нас есть Вот Смотрите Даже не знаю Как вам показать Вот блер Он все-таки стер Да Я его не чувствую Вот он Тут блер Я его не чувствую На своем лице Сейчас попробую Вспышку убрать Может без вспышки Вы увидите Хотя и так видно Вот Сейчас Вот Так руку сделала Видите Ничего никуда не забилось Все скрыло А блер Вообще Фокус Все забилось Вон видите И ничего не скрыло На вашем лице Но я думаю Вы разницу видите Здесь видно Морщинки убрал Здесь видно Морщинки не убрал Так что Вот делайте выводы Господа Поэтому Все-таки Бьюти лап Почему я их еще сравниваю Потому что Прям написано Здесь блер Крем Вот он И здесь блер Тут еще Вайль какой-то написан Я не знаю Что это такое Ну в принципе Тут прям пишут Что За фильтрами Не спрячься Выглядеть надо идеально Вот То есть Тут тоже Так же написано Но здесь Он работает Здесь он работает Не знаю По поводу Ухаживающих компонентов Здесь конечно Написано И витамин Е Тут много чего Все написано Мне кажется Где больше всего Добавлено Ухаживающих компонентов Вот этих вот Ингредиентов Там хуже работать Здесь конечно меньше Но здесь есть Но вафтему 2 То есть наш активный кислород Так что не все так плохо Я если честно В составах особо Не сильна Ну вот Кому важно Кому нужно Это Вот здесь вот Подождите Где он Состав А ну вот он состав И здесь состав Можете на паузу нажать Кому важно В мискине Аква на первом месте И вот на втором месте Именно тот компонент Который на первом месте В блере Вот Но я именно блер Использую Вот именно для этих целей Что мне надо что-то скрыть На своем лице А ухаживающие компоненты Мне не нужны в блере Ну не важны Не важны они Мне в принципе Есть сыворотки и кремы Так что тоже Просто буду использовать Наверное как крем Потому что он как блер Не подошел мне Ну вот и все Мои дорогие Надеюсь это видео Было для вас полезным Комментируйте Обязательно пишите Свои пожелания По поводу Моих тем На моем канале А с вами была Людмила Хамула Всем пока И ссылка для регистрации В компании Фабрик Также есть под моим Любым видео Все Всех целую Всех обнимаю Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok